физкульт бонжур народ как вы знаете на выходных прошла акция высадка в нормандии главным призом который была золотая заявочка на пушки ура а нет не ура это же не московская компания здесь у нас just right unit forward и все такое ну и обменял я эту золотую заявочку которая выиграна была честным трудом в акции на m1903 спринфилд но не простой спринфилд а с устройством педерсона или педерсона но короче говоря какой-то из этих двух вариантов должен быть правильный а начнем мы сначала ведь как известно в начале было слово и слово это было бог но бог передумал и на первое место залетела устройство педерсона в меню выборки оружия педерсон представляет себя как пистолет пулемет и соответственно доступен только четырем классов солдат причем двум из них он вообще нахер не нужен танкисту ну то такое ему давать он все равно как обычно вместе с танком умирает но и по остаточному принципу эту винтовку в руки себе берешь штурмовик а теперь смотрите внимательно за руками видите в углу название пистолет-пулемет а вот когда вы уже делаете фраги то внизу где киллстоп пишется что это уже самозарядная винтовка знаете чё это мне напоминает да 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 это самая гендерфлюидная винтовка в игре в меню мы пп которая в руки кроме как штурмовику танкисту и пилоту мы не отдаемся а в бою это оказывается самая самозарядная винтовка вот так вот в чем же особенность этой винтовки ну начнем с того что в магазине здесь забиться аж целых 40 шаров это конечно плюс минус это пистолетные шары поэтому для того чтобы отправить ганса обратно в какой-нибудь фатриллиант вам нужно сделать три точных попадания ну или одно в голову еще годным плюсом является то что у педестона практически отсутствует отдача 14 очков вертикальная и горизонтальная 4 как по мне педестон стреляется как спортивная винтовка а если залечь так у вас вообще отдача пропадет а знаете что может быть еще лучше огромнейшего магазина это когда у вас на кармане еще четыре таких магазина вот то есть суммарно у нас выходит 200 выстрелов а вот вам еще один интересный забавный факт у педестона данный момент самый емкий магазин из всего стрелкового американского оружия в романской компании вот такая вот пушка в умелых руках она сделает вам очень много фрагов вот да и сравнивать педест честно говоря не с кем есть только смысл сравнить его с карабином потому что сравнивать педестон с какими-нибудь пистолетами пулеметами смысла нету как минимум по одной простой причине потому что у педестона отсутствует авто огонь а вот с карабином у них немножечко больше общего начнем с основного калибра у них одинаковые 762 и 765 но скорее всего ошибка гейм-дизайнера потому что у стокового спрингфилда такой же самый калибр как и у карабина разве когда патроны разные вот м1 карабин кушал более длинные патроны 762 на 33 тогда как педестон выплевывает 762 на 20 это еще меньше патрон чем у тульского токарева поэтому вот вам существенная разница в дамаге ну а также чем длиннее патрон тем больше в нем набита пора поэтому разница в начальной скорости тоже существенная 560 метров в секунду против в 380 карабин в этом плане конечно же выигрывает сравнивая скорострельность у полуавтоматов это равносильно спорить кто круче майк тайсон или братья кличко ибо ваша скорострельность зависит от того как часто вы нажимаете на кнопку мыши вот время перезарядки здесь не особо существенно на что-то влияет в конце концов уж не kv2 у которого время перезарядки там сколько секунд 40 уже не помню вот отдача здесь уже поинтереснее как вы знаете карабин довольно таки эффективно подбрасывает вверх после каждого выстрела чего таки не скажешь про педестон 14 против 56 но и боковой разброс 4 против 14 также педестон выигрывает в количестве шаров в магазине 40 против 15 вес винтовок одинаковый усваив будете как с педестоном так и с карабином одинаково ну вес боеприпаса я не знаю на что он вообще влияет наверное с той вероятностью с которой немец в нокаут какой-нибудь упадет вот ну а теперь время для дискуссий как вы думаете где место педерсону может быть ему место в самозарядных винтовок дабы он был доступен инженеру и бойцу и гранатометчику или может быть наоборот оставить его штурмовику танкисту и тем двум которым он нахер вообще не уперся так что давайте спускаемся вниз комментарии и поговорим по этому поводу а я с вами прощаюсь с вами был горький слабимов подписывайтесь на канал что-нибудь там ставьте и спасибо что посмотрели до свидания